Вот здесь вот сидели ребятишки, играли в кубики. Я вешала в метре одежду. Старший сын подошел и сказал, вверх упал. Повезло, удар сдержал натяжной потолок. Марина вместе с детьми выбежала на улицу. Люди испытали шок. Оказалось, обрушилась часть потолка. Боясь, что подобное может повториться, домочадцы просидели во дворе несколько часов. После женщина решила перевести сыновей к родственникам. Месяц назад у нас просто выпало окно в детской. Как мне сказали, пошла деформация стен и выдавили окно. В доме на улице Восточной 100 Б с потолка отлетает штукатурка от стен обоев. Всюду трещины. Последние месяцы, говорит Марина, жизнь в таких условиях одно сплошное мучение. Квартирный вопрос испортил не только здание, но и нервы жителей. В некоторые комнаты без надобности лучше вообще не заходить. Видите, какие стены? То есть вот эта стена у нас вообще пошла туда, к соседям. По ней даже видно, что пошли обоины уже. Деформация вот обои пошла. За всю свою более чем полувековую историю дом не попадал ни в одну из программ по капитальному ремонту. Видимо, вот эти так называемые маячки должны, по задумке специалистов, сдержать дальнейшее разрушение. Так здание выглядит снаружи. Здесь все те же трещины, щели, развалившиеся на части кирпичи. Побращаться будем в суд. Будем доказывать, что это уже в этом жиле нельзя проживать. Тем более, весь дом в положилых людях. Много очень детей в этом доме. Так что очень страшно, очень. Жильцы искренне ждут, когда в их доме обрушится хотя бы одна из стен. Говорят, может быть, после этого на них наконец-то обратят внимание. Удивительно, но дом аварийным так и не признали. Если многоквартирный дом данный, не признан аварийным и подлежащим сносу, то жилое помещение, в котором произошло обрушение потолка, можно признать непригодным для проживания. Для этого необходимо подготовить документы, в том числе и заключение специалиста от специализированной организации о невозможности проживания в данной квартире и представить в межведомственную комиссию для вынесения решения. Вынести решение по замене вот этой адресной таблички на новую жители просят местных коммунальщиков. Табличка новенькая тоже висит, но адрес Эмилия Алексеева 84. Их адресы, дом и улица вот только на свежей табличке после ее замены нет одной, как выяснилось, очень важной детали – буквы А. Три года назад чиновники распорядились поменять адрес, добавить к уже существующему ту самую букву. Это решение осталось лишь на бумаге. На деле у дома прежняя пластина, отсюда у жителей масса проблем. Разобраться не могут таксисты, водители машин, экстренных служб. Не так давно срочная помощь потребовалась дочери Ольге. На поиски нужного адреса у медиков ушло несколько минут. А ведь зачастую каждая секунда дорога. Где скорая, нету, нету, ребенку, а температура плохая, где скорая. Скорая ищет наш дом, не может найти вот такие проблемы. И дом носит статус жилого дома, табличек до сих пор общежития. И ищут жилой дом, где подъезжают общежития, не может быть общежития. В такой ситуации заменить табличку обязаны мастера коммунальной фирмы, которая обслуживает дом, уверяет наш эксперт, юрист Марина Чаузова. По вопросу адресной таблички с неверными данными необходимо обратиться в свою управляющую компанию, в связи с тем, что она обслуживает данный многоквартирный дом. Чтобы та в свою очередь выяснила данное обстоятельство и разобралась в ситуации. Если же управляющая компания бездействует, тогда необходимо обратиться в комитет по строительству, архитектуре и развитию города Барнаула для разрешения вопроса по существу. В списках как раз значится, вот только в списках. О новых фактах недобросовестной работы коммунальных служб вы по-прежнему можете рассказать нам по телефону в Барнауле 722-301. Звоните. Кирилл Политов, Алексей Фризин, Андрей Печоркин. Информационный канал «Город». Редактор субтитров А.Семкин.